Этот рынок едва ли не самый популярный в Иерусалиме. Тут охотно делают покупки и горожане, и туристы. Но в последние месяцы продавцы подсчитывают не столько выручку, сколько убытки. Насилие на улицах привело к снижению потока тех, кто посещает этот рынок. Говорят, что уменьшилось количество едва ли не наполовину. Поддаваться страху и унынию мало кто хочет. И если туристы не хотят тут прогуливаться, то художники с большим удовольствием приняли предложение устроить что-то вроде уличной эфемерной галереи. В начале, когда мы только обсуждали идею, мы говорили о том, что цвета воздействуют на человеческую психику и настроение. Нам хотелось и яркости, и беззаботности. Поэтому мы тут же вспомнили о красках, которые поднимают дух, и о том, что изображенные на портретах люди все-таки могут улыбаться. Ну а потом все закрутилось и завертелось. И сегодня, как подтверждает Берилхан, они могут рассказать историю каждой представленной работы и кто на ней изображен. Речь идет не только о современниках. Говорят авторы, речь идет об истории еврейского народа и об истории государства Израиль. Общая тема – вдохновить людей. Для этого нужны соответствующие примеры. Нужны лица тех, кто менял мир, и в нашей истории насчитывается таких немало. Эти люди не просто меняли мир, они делали жизнь других лучше. И тут не только евреи, мы говорим в том числе и об универсальных ценностях, которые лежат в основе любой национальной культуры. Нам сейчас не просто выживать. Статус Иерусалима не меняется. Нам нужно быть сильными, чтобы пережить нелегкие времена. И граффити привлекают туристов. Мне эта идея кажется очень правильной и очень своевременной. А мне нравятся рисунки. И они действительно создают позитивную атмосферу, несмотря на нападение, на ситуацию с безопасностью. Очень большой минус, правда, я вижу в том, что увидеть их можно только поздно вечером, когда магазины и кафе закрыты. Очень жаль. В общей сложности граффити покрывают почти 400 дверей и плотных решеток, которые защищают витрины. Иногда двери специально держат полузакрытыми. Это не признак негостеприимства, а скорее наоборот. Владельцы ресторанов и лавочек хотят, чтобы их покупатели и клиенты полюбовались бы на работе уличных художников. Много ярких цветов – это здорово. Это сразу поднимает тонус и улучшает настроение. И чувствуешь тепло и добро. Мне нравится исчезло мнылое, серое и утилитарное. Вокруг радуга. И сразу же хочется улыбаться. Искусство обладает терапевтическим эффектом. Оно врачует и мозг, и душу. Оно дает возможность отвлечься от повседневных забот и опасений. Сегодня многие приходят не только за покупками, но и просто прогуляться и посмотреть на наши граффити. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова